Открытая студия Лариса Юрьевна Филатова, художественный руководитель КДЦ «Зимний театр». Лариса Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам поподробнее, знаете, с чего? С первого фестиваля «Фабрика Станиславского». Вот про него со старта. Ну, «Фабрика Станиславского», к счастью, мне удалось поприсутствовать на этом мероприятии. Как мне известно, что «Фабрикой Станиславского» занимался Сергей Безруков. И он проходил губернский театр, это фестиваль, учреждённый им. Я в качестве просто приглашённого гостя была. Это было, наверное, в 2018 году. Ну, после, конечно, идеи своего фестиваля, театрального морозов, она долгое время витала в воздухе. Но вот в 2019 году эту идею удалось воплотить в жизнь. Причём способствовало как бы воплощению всё. Во-первых, у нас культурно-досуговый центр «Зимний театр». Или просто наш любимый «Зимний театр». Театр, который имеет удивительную и очень богатую историю. Театр был заложен по инициативе Савы Тимофеевича Морозова в 1904 году. В 1905 году у Савы Тимофеевича уже не стало, но здание практически было готово. И вот долгих 7 лет здание стояло неудел. Там хотели сделать то ли склад, то ли училище. В общем, долго было, много предположений, что же в этом здании сделать. Но в 2010 году, в 2011 году мать Савы Тимофеевича Мария Фёдоровна стала его достраивать. То есть здание строилось по инициативе Савы Тимофеевича Морозова на средства фабрикантов, на средства династии Морозовых в местечке Никольское. И в 1912 году здание было открыто. Это здание для рабочих. Зимний театр – это памятник федерального значения. И что самое удивительное, что долгое время здание плакало. Так во всех своих интервью говорил наш земляк, любимый актер Орехово-Зуева, народный артист Российской Федерации Виктор Иванович Сухоруков. И вот в 2016 году к нам приезжает губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв. Он проникается в истории этого удивительного здания. Мы вступаем в программу «Культура Подмосковья». И вот в течение долгих четырёх лет здание находилось на реставрации. Причём эта реставрация была поэтапная. Здание, то есть учреждение не прекращало работать. И, в общем, всё проходило поэтапно в течение четырёх лет. И вот в 2021 году это был последний этап реставрации. И, конечно, Андрей Юрьевич к нам приезжал, принимал работу и остался всем доволен. Итак, вернёмся к фестивалю. Итак, я просто рассказываю, потому что действительно удивительное здание. Оно построено по проекту Галецкого, с которым Сау Тимофеевич дружил. И Галецкий находился долгое время в тени знаменитого Шехтеля. И причём у нас очень много построек этого замечательного архитектора. Наше здание из красного кирпича. Почему из красного? Потому что это было очень красиво и дёшево. Вообще, здания морозовской постройки, они именно из красного кирпича. Хочется много рассказать истории, но поэтому идея долгое время витала. И вот в 2019 году она воплощается в жизнь. Причём, что ещё этому способствовало? У нас город очень театральный, очень. И в нашем зимнем театре с самого начала уже открылся театр в январе, а в феврале, а не в феврале, а в сентябре уже работала своя труппа из рабочих. И вот эти театральные традиции, они существуют до сих пор. И, например, вот в нашем здании уже 63 сезон работает народный драматический театр. То есть народные актёры там не профессионалы. Они народные. Многие занимаются в театре по 20, 30, 40 лет. Приходят после работы кто менеджер, кто охранник, кто врач. И вот просто любят театр и живут им и работают. То есть это народный театр, не профессиональный. Вот эти театральные традиции, заложенные с 2012 года, они продолжаются. И у нас есть театр юного зрителя. И мы в какой-то момент поставили спектакль Маши Конторович, молодого драматурга, ученица Галиды из Екатеринбурга. Молодой драматург, современный Маши Конторович. Вот спектакль, мама у меня оторвала руку. Подружились. Она приехала к нам на премьеру. Мы подружились. И как-то, сидя вот так за чаепитие, мы говорим, Маша, ты не могла бы написать нам пьесу о Савите Мафеевича Морозове? Маша согласилась. Она как раз вот идея фестиваля, как раз вот рождалась Морозов. Маша приехала, сидела месяц, знакомилась с историей и написала пьесу к этому фестивалю, который назвала Морозов или как хочется жить и делать. Это не о событиях с Тачки, это о Савите Мафеевича Морозове, о его взаимоотношениях с мамой, потому что были с матерью Марией Фёдоровной, потому что эти отношения были непростыми. Это отношения с Марией Фёдоровной Андреевой, актрисой Московского художественного театра «Любимая женщина». Это взаимоотношения с женой Зинаидой Григорьевной. То есть вот такая пьеса у нас к фестивалю появилась. И вот в 2019 году, когда наконец это событие произошло, этой пьесой, в которой занят коллективы художественной самостоятельности города, более 50 человек на сцене, мы открывали этот фестиваль Морозов. Да, у нас участвовали театр Сергея Безрукова, Губернский театр в этом фестивале принимал участие. У нас принимал балет Вячеслава Гордеева, народного артиста СССР. Но это было в прошлом, в 2019. В 2020 мы это событие пропустили из-за пандемии. И вот в 2021, в прошлом году, у нас этот фестиваль вновь проходил. Опять мы собрали наши лучшие подмосковные театры, это очень здорово. И мы вновь показывали, открывали небольшим прологом из-за спектакля Морозов. Закрывали мы Морозовым этим спектаклем. В общем, все составляющие совпали. И вот в этом году этот фестиваль мы продолжаем. У нас он стартует буквально 21 мая. И вновь к нам приезжают наши любимые подмосковные коллективы. Профессиональные, если учесть, что мы не профессиональный коллектив. Хотя наш театр, народный театр, он тоже принимает участие и в этом году. Но не спектаклем Морозовым. Мы показываем спектакль «Таланты поклонники Островского». Почему? Этот спектакль мы подготовили к 110-летию театра, потому что в январе мы отмечали 110 лет зданию зимнего театра. И мы показывали этот спектакль премьерно. И вот сейчас мы завершаем этот фестиваль этим спектаклем «Таланты поклонники Островским». Продолжим на тему фестиваля. Напомним, что город Орехово-Зуево сначала принял областной театральный фестиваль «Фабрика Станиславского», а потом вошел во вкус и учредил свой собственный театральный фестиваль «Морозов», посвященный истории города и личности самого знаменитого мецената России. За эту идею город уже получил диплом национальной туристической премии. Чем удивит фестиваль «Морозов» в этом году, открытие которого состоится 21 мая, об этом сегодня в студии рассказывает Лариса Юрьевна Филатова, художественный руководитель зимнего театра. Чем менялся этот фестиваль, да, вот если мы возьмем начало фестиваля, и что ждет зрителя в этом году? Естественно, мы старались удивлять на первом фестивале, показав свой замечательный спектакль «Морозов» Маши Конторовича, молодого драматурга из Екатеринбурга. Вот второй фестиваль в прошлом году был удивительен тем, что в этом фестивале принимал участие спектакль молодого режиссера Александра Гинзбурга. На тот момент Саша заканчивал ГИТИС в мастерскую Александра Александровича Бармака. Это была его дипломная работа, которая как раз состоялась в рамках фестиваля. Это был музыкальный спектакль «Золушка». Саша защитился на отлично, и, пожалуй, это была главная фишка фестиваля, потому что зал был полный. Если учесть, что у нас 840 мест, и все стремились попасть на эту музыкальную сказку, и дети остались в восторге. Это, наверное, главное было, одним из главных событий. Вот в этом году, чем мы удивляем? Нам радостно, что мы вновь принимаем наших гостей. 21-го Ногинский театр. Ногинский театр наши жители, горожане очень любят, потому что театр замечательный, очень профессиональный. В этом году мы принимаем и Нону Гришаеву, который театр Нону Гришаеву, ТИУС, Московский областной ТИУС, театр юного зрителя. В прошлом году они показали удивительный спектакль «Променяя мою маму». В этом году они показывают не менее удивительный спектакль «Карусель». Дальше мы, это балет Вячеслава Гордеева, русский балет. Мы показываем балет «Шахерезаду» и «Дон Кихот». Потом, что у нас еще в этом году? Конечно, в этом году и в прошлом году у нас проходит фестиваль уличных театров на нашей новой набережной, где принимают участие все детские коллективы нашего огромного, большого Ореховзуйского городского округа. Принимают участие и Иван Алексеев, актер театра и кино. С Ваней мы сотрудничали на одном из наших спектаклей. Это у нас был спектакль, есть спектакль музыкальный, мюзикл «Волшебный цветок». Ваня нам ставил трюки. И вот теперь Ваня проводит в рамках фестиваля мастер-классы для наших театральных коллективов. Школа искусств. У нас принимает участие наша школа искусств, в которой есть замечательный театральный коллектив «Школа». Они показывают отрывки спектакля по современным драматургам и поэтам. Естественно, как я уже сказала, мы показываем свой спектакль «Таланты и поклонники». Вот не могу не спросить, сколько вообще театров приезжает? И только ли Подмосковье? Ну, вы знаете, конечно, мы хотели бы расширить наши границы, приглашение театральных коллективов, но пока мы ограничиваемся только подмосковными коллективами. В этом году очень жаль, что не принимает участие Губернский театр, потому что в прошлом году нам показал совершенно удивительный спектакль с участием оркестра Губернского театра. Это «Маленький принц». Вот, знаете, прошло время, а тепло от этого спектакля, вообще от фестиваля, оно по-прежнему в сердце живёт. Потому что вы знаете, что самое удивительное, что на неделю наш город превращается в такую театральную мекку, когда жители нашего города, которые любят Зимний театр и приходят, Зимний театр не закрывает свои двери, и вот это движение театральное, оно идёт постоянно, и жители приходят постоянно каждый день в театр. Это здорово и очень красиво, так скажу, и познавательно вообще для города. Ну, коль про город заговорили, что для Орехова-Зуева театр? Вы знаете, театр, Зимний театр в частности, на протяжении 110 лет он был центром притяжения. Театр, как у нас вот висит табличка на здании театра, театр строился для рабочих. Это любимое место отдыха. И после того, как его отреставрировали, мы теперь говорим, мы всегда говорили, любимый Зимний театр. А теперь мы с удвоенными эмоциями говорим, наш любимый Зимний театр, потому что он замечательный, он очень красивый. Если вы приедете и посмотрите, то вам захочется в него возвращаться. Ещё самое удивительное то, что постоянно развивается у нас сейчас в городском округе туризм. И наш театр, вот на экскурсии, я в частности провожу эти экскурсии, приезжают жители со всего Подмосковья. Это очень здорово для того, чтобы проникнуться этой атмосферой, историей, чтобы узнать как можно больше. Потому что за 110 лет, вы представляете, какая уникальная история. И сколько событий прошло через сцену Зимнего театра. Но если театр не как историческое место, а как движение для жителей Орехова-Зуева, что такое театр? И как вообще публика реагирует на вот такие фестивали, на какие мероприятия? Ну, публика откликается, естественно. Вот сейчас у нас практически очень активно продаются билеты на все спектакли, фестивали. И, как я уже сказала, что город превращается в театральную Мекку, и жители идут на спектакли. Это очень здорово. Жители... Ну, мы вообще как учреждение работаем для разных категорий населения, и у нас всегда находится возможность показать что-то интересное для разной публики. И вот всегда вот так стоишь, смотришь, господи, разная публика постоянно на разные мероприятия идёт. И, ну, что театр для нас? Ну, во-первых, я уже сказала, что у нас народный драматический театр, который 63-й сезон работает. Представляете? Вот я сказала уже, что непрофессиональная труппа. И люди работают. Вот за этот сезон у нас несколько премьер. У нас премьера была в театре, в народном театре. Это вот зимние каникулы, целую неделю шёл мюзикл, «Волшебный цветок» — наша постановка. У нас потом появились свои «Стальные парни». Это вот такая тоже мужская комедия с элементами даже небольшого мужского стриптиза. Это вот тоже наша постановка. И вот к 110-летию театра был поставлен спектакль «Таланты и поклонники». То есть вот это движение, оно не прекращается. У нас руководит на протяжении 8 уже лет замечательный профессиональный режиссёр Александр Николаевич Калинин. Он закончил ГИТИС в своё время в мастерскую «Хэфица». 12 лет преподавал в ГИТИСе. Профессиональный режиссёр. Работал в профессиональных театрах. Так случилось, к счастью, что он оказался в зимнем театре. И вот это движение, театральное движение продолжается. То есть у нас зрители идут на наши спектакли народного театра. Уже есть любимые актёры. И ещё знаете, что самое удивительное? Вот когда несколько лет, три года назад, народный драматический театр, это народный, то есть это звание, но каждые три года коллектив подтверждает, который достиг определённого уровня. Вот три года назад к нам приехал Александр Александрович Бармак, зав. кафедры, профессор ГИТИСа, как член экспертной комиссии. И что самое удивительное, что было приятно, когда он вошёл в зимний театр, такой пришёл после электрички, и говорит, первая его фраза была, это здесь Станиславский сказал, не верю. Говорю, да, да, здесь. Тогда ведите меня. На самом деле, вы знаете, что Станиславский сказал, действительно, не верю. Именно здесь, в зимнем театре, в Орехово-Зуеве, потому что в своё время у нас работал в 2014 году режиссёр, профессиональный ученик Станиславского, который сидел в Амхате, сидя на репетиции, записывал систему. В 2014 году он был приглашён в качестве режиссёра труппы рабочих для работы с коллективом, как профессиональный режиссёр. И он поставил оперу Снегурочком, Островского, представляете? И на генеральную репетицию приезжает Станиславский и Качалов. И Станиславский посмотрел, потом после просмотра спектакля говорит, «Петенька, ты, наверное, пригласил из Москвы своих знакомых актёров? Не верю, что это непрофессиональные актёры играют». И тогда двое актёров, которые жили рядом в казарме, побежали за трудовыми книжками, принесли Станиславскому, показали, что да, они непрофессиональные актёры. Представляете, какой уровень? И вот Бармак, мы ему показывали спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» Островского, после спектакля, после просмотра, он сказал, что «Ваша труппа может дать фору любому профессиональному московскому театру». Представляете? Это была такая оценка просто колоссальная нашей труппе, потому что действительно ребята непрофессиональные актёры, ещё раз повторяюсь, но играют душой. И если ты в театре 30 лет, ты уже становишься профессионалом. А потом до смешного, что, например, они репетировали вот эти все спектакли. То есть на протяжении месяца, нескольких месяцев, каждый день после работы, проработав кто где, половина седьмого приходили на репетиции. Эти репетиции затягивались до половины двенадцатого. То есть вот этот год у нас такой был насыщенный. Уже потом все звонили, говорили, «Лариса, мы не можем больше, говорю, ребята, надо». И вот это всё продолжалось. Лариса Юрьевна, дальше, да, о фестивале. Ещё продолжим. Всё-таки есть ещё вопросы, времени у нас немного, но всё же о мастер-классах хочется поговорить, будут ли проводиться во время фестиваля. Я уже сказала, что Иван Алексеев будет проводить мастер-класс для театральных коллективов нашего Орехово-Зульского городского округа. То есть у нас очень много коллективов. Даже вот, представляете, вот в фестивале уличных театров, который вот в рамках фестиваля нашего будет проходить на Новой набережной, принимают участие порядка семнадцати коллективов. Вот сколько у нас любителей вообще театра живёт и работает в городе. Живёт вообще вот театром. Представляете, сколько детей, сколько молодёжи дышит театром. Поэтому как бы сам Бог велел проводить у нас театральный фестиваль. А проходят ли у вас какие-нибудь творческие встречи с актёрами? У нас такая есть система, что к нам как бы постоянно приезжают антрепризы, театральные коллективы со своими постановками. И, естественно, мы приглашаем всех, чтобы смотрели, учились хорошему, профессиональному. Мы сами выезжаем, потому что Виктор Иванович Сухоруков это наш земляк, и он постоянно на связи с нами. Он любит наш театр бесконечно. Своё 70-летие он отмечал именно в стенах Зимнего театра, потому что когда-то мальчиком его привели в Зимний театр, и он играл бессловесную роль княжича. Вот именно на сцене Зимнего театра, в Народном театре. И прошли годы, и мы дружим. Он привозит свои спектакли. Потом он общается со зрителем, естественно, мы с ним общаемся, узнаем много нового, интересного. Естественно, мы долгое время дружили с Татьяной Васильевной Дорониной, с Московским художественным театром имени МХАТ имени Горького, потому что там тоже играл наш земляк, Александр Иванович Титаренко. Естественно, мы ездили, общались. То есть вот такие у нас взаимосвязи. Очень активно. В финале попрошу вас официально пригласить не только жителей Орехово-Зуево, но и всех граждан Подмосковья посетить вот такой фестиваль. У нас действительно в Подмосковье много разных фестивалей театральных. Вот тоже недавно о каком-то говорил. Вот чтобы к вам приехали, обязательно посмотрели, посмотрели, как играют трупы. Вы знаете, я приглашаю всех жителей Подмосковья на наш фестиваль морозов. И я хочу сказать, что вот те люди, которые к нам приезжают, например, даже на те же экскурсии, вы знаете, они получают столько удовольствия, столько позитива от общения, от встречи, даже от того, что они попали в зимний театр. И все говорят, какая же у вас атмосфера, у вас намоленная сцена, какая у вас идет энергетика. Даже вот зарядиться вот этой добротой и позитивом, побывав у нас, естественно, мы ждем, и мы рады всем. Приезжайте, приезжайте все. Мы будем всем рады. Город Орехово-Зуево сначала принял областной театральный фестиваль «Фабрика Станиславского», а потом вошел во вкус и учредил свой собственный театральный фестиваль «Морозов», посвященный истории города и личности самого знаменитого мецената России. Этот фестиваль состоится 21 мая. Чем удивит этот фестиваль в этом году, открытие которого, еще раз напомню, 21 мая, об этом нам рассказала Филатова Лариса Юрьевна, художественный руководитель КДЦ «Зимний театр». Лариса Юрьевна, спасибо, что пришли. Пускай гости приезжают и наслаждаются. Уверена, у вас будет здорово. Спасибо. Открытая студия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова